Всем привет, с вами Голодный, и мы продолжаем играть в Dark Souls. Сегодня мы побегаем с сети Крейтона из Миры. Итак, в прошлой серии мы победили в доспех Драконоборца. И перед тем, как отправляться дальше, нам нужно вернуться обратно, ведь мы еще много чего здесь не исследовали. Первое. Нужно подняться на эту башню. Второе. Нужно упасть с карниза и забрать там предмет. И третье. То, что здесь тоже нужно упасть с карниза и забрать еще один предмет. Итак, давайте посмотрим. Мне подсказали в комментариях о том, что Драконов совсем не обязательно было убивать из лука. Нужно было просто добраться до вот этой черной массы, которая держит этих Драконов, и убить одну из двух. И тогда Драконы бы погибли. Но я не знал об этом. Вот. И теперь, после того, как я это знаю, я с вами спешу этим поделиться. Так, ну ладно. Давайте сначала поднимемся на башню и заберем то, что там наверху. Я пока еще не ходил в Храм Огня. Сделаю это после того, как соберу здесь весь шмот, который я пропустил. Также мне подсказали, что я в том самом погребке, где убил рыцаря из Холодной долины. Я забыл один сундук. Там их было четыре, я собрал только три. Опс. Пока я осматривался. Стоят два арбалетчика и один... Один с топором. Можно было бы, конечно, пошутить над ними и... Парня с топором привлечь на свою сторону. Ну, почему-то у меня нихрена не получается. По идее, этого парня... Отлично. Отличный каурок назад. Итак, ладно. Попробуем еще раз. Заберем свои 60 тысяч душ. Очень странно, что в прошлый раз не сработала пиромантина этого большого парня. Ну, давай, разберись с этими ребятами. А мы пока посмотрим на это все действие со стороны. Так, может здесь для тебя еще найдется цель. Так, ну, похоже, что нет и нужно его кончать. Извини. Но ты мне больше не нужен. У меня также стоит щит, по-моему, щит желаний, который дает дополнительные души. Я поставил его просто так, потому что я с ним еще не бегал. Просто так, для красоты. Соответственно, сет крейтона тоже, можно сказать, что просто так, для красоты. Так, давайте посмотрим, что здесь еще наверху. Но здесь наверху больше ничего нет. Можно со спокойной совестью спускаться вниз. А внизу нас ждет рыцарь. И кольцо рыцаря. Хорошее кольцо. Кольцо рыцаря. Кольцо с выгравированным портретом рыцаря. Повышает силу. В лотрике рыцари долгое время считались одним из трех столпов королевского правления. Поэтому им позволялось растить драконов. Как мы знаем, рыцари лотрика нашли общий язык с драконами. И были одним из трех столпов. Так, давайте поставим это кольцо. Увеличивает силу. По-моему, на пять единиц оно увеличивает силу. Что, в принципе, не так уж и плохо. Итак, здесь, по-моему, больше ничего нет в этом зале. Можно выдвигаться дальше. Так, там стоит рыцарь. У меня один вопрос. Можно ли полноценно накладывать гармонию на парней, у которых красные глаза? В прошлый раз как-то у меня это не сильно получалось. Похоже, что можно. Да, я читер. Не спорю. Так, давайте выпьем синее бухло. И ради чего мы сюда шли. Это алтарь солнца. Старый добрый алтарь солнца. С разрушенной статуей. И, скорее всего, эта статуя принадлежала первенцу Гвина. Причем она выглядит абсолютно так же, по-моему, как и в первой части. Вас славь солнце. Старый добрый жест. И это алтарь солнца, куда можно подносить медали солнца, чтобы повышать уровень в Ковенанте. Войны солнца. Так же здесь есть сундук с титанитовой чешуей. Открываем дверь. И вот мы опять здесь. Так, ладно. Это место мы обошли. Давайте теперь сходим. Ну, можно, в принципе, сюда. Так, единственное что... Чтобы не отбить себе ножки, нужно поставить кольцо киски. Ну, наше падение нам не принесет никакого вреда. Черт, эта тварь слишком далеко плюется. Испачкала мой костюм или нет? В принципе, отсюда его можно закидать чем угодно. Либо идти в ближний бой. Конечно, эритильская рапира не самое лучшее оружие против этой твари. Поэтому лучше всего поставить катану и зажечь ее. Итак, давайте выпьем немножечко эликсира. И, в принципе, можно бежать в атаку. Сейчас выберем насливость. И после того, как мы убиваем гниль, пропадает дракон. И если бы он был бы жив, то он бы умер. Душа. То же самое можно было провернуть с другим драконом. Если вы сумеете добраться до того окна, до того, как убили драконов, и убьете там этот человеческий гной, то драконы погибнут. Так, ну а мы здесь еще не все обобрали. Здесь у нас мимик. Значит, не всех мимиков я еще перебил. Не всех извел. Меч Солнца. Тот самый меч Соллера. Меч наполненный силой молнии. Этот длинный меч выглядит простым, но заключает в себе мощь Солнца. Он напоминает о беззаветном поколении. Люблю я все ломать. Ничего не могу с собой поделать. Так, что у нас здесь еще есть? Священный Фолиант из Лотрика. Тоже очень полезная вещь. Это последний Фолиант, который можно передать Ирине. Священный Фолиант из Лотрика, набранный шрифтом Браяля. Рассказывает о чудесах, которые творили рыцари. Отдайте сказателю, чтобы изучить чудеса Лотрика. Считается, что ни один паладин Лотрики не мог быть побежден. Боги защищали их. Кто-то держал этот Фолиант до конца. Так, ну ладно. В принципе, можно отсюда телепортироваться обратно к костру. Но давайте сбегаем и заберем этот чертов сундук. Да, здесь еще есть выжившие. Так, где этот чертов сундук, который я пропустил? Раз, два, три. А, ну да, вот и он. Так, он безопасен? Мерцающий Титанит. Кстати, да, как раз его мне тогда и не хватало. Если вы не знаете, как добраться до как раз вот той человеческой гнили и победить драконов, то мне как раз подсказали, то есть мост пересекать не обязательно, так как тут драконы палят без остановки. Просто упадите вот сюда. И обойдите их здесь. Обходите здесь, сбежите наверх. Это не совсем, конечно, безопасно, потому что здесь придется столкнуться с большим количеством различной утвари, которая будет пытаться вас убить. Пробегаете потом здесь. И здесь вдоль закрытых ворот. Пробегаете. Поднимаете наверх. И убиваете этот человеческий гной. И тогда драконы будут побеждены. Ну а мы с вами возвращаемся к костру. Итак, нам еще осталось забрать одну вещичку. И можно продолжать дальше. Еще раз хочу поблагодарить вас за ваши комментарии, за то, что вы меня поддерживаете. И напоминаете мне о различных вещах, которые я пропускаю. И различные способы прохождения, которых я не знаю, которые могут упростить жизнь другим игрокам, которые смотрят это прохождение. Итак, я здесь показывал в прошлом видео о том, что здесь можно упасть вниз. Также ставим кольцо кошки. Я его и не снимал еще пока. И падаем на этот осторожно парапет. С этой стороны, насколько я помню, ничего нет. А вещь лежит у нас как раз с этой стороны. И помните, я говорил о тех двух рыцарях, да, внизу? Они живы. И, соответственно, падать туда будет опасно. Но так как я уже убил доспехи драконоборца, то, в принципе, падать туда нет никакой необходимости. Можно обратно телепортироваться к костру. Итак, мы взяли колокольчик Каифы. Священный колокольчик, благословленный Каифой, богиней слез. Редко встречается даже среди клириков Карима. Подвержен влиянию интеллекта, что необычно для катализатора чудес. К тому же позволяет творить чудеса, связанные с тьмой. Именем архиепископа, даже упоминание об этом колокольчике под запретом. Если честно, мне уже отбила память, упоминалось ли в какой-либо предыдущей части Dark Souls имя Каифы, богини слез. Честно, я уже запутался столько имен. Но, по-моему, упоминаний о ней раньше не было. Если что, поправьте меня. А мы тем временем примещаемся в храм. Итак, у нас есть последний фолиант для Ирины. Нам нужно изучить все ее чудеса. Если вы хотите получить светлую концовку с Ириной, покупайте у нее только светлые чудеса. Не покупайте тьму. Тьмой шуми. Если вы хотите получить светлую концовку с Ириной, то есть огонь. Давайте посмотрим, что можно сделать из души доспеха. Большой топор драконоборца. Большой топор из оплавленного железа, прежде бывшего частью доспехов драконоборца. Наполнен мощью молний. Это оружие позволяет использовать навык, применявшийся в борьбе с древними драконами. Щит из оплавленного железа, прежде бывшего частью доспехов драконоборца. Обеспечивают хорошую защиту от молний и традиционного оружия воинов, бившихся с драконами. Особый навык щита напоминает о боевом стиле драконоборцев. И, кстати, вы, наверное, заметили, что этот доспех был очень сильно похож на сет Орнштейна. И, к сожалению, этот доспех не появляется у старухи в продаже. Но зато у него появился сет Морна. Это сет, в который был одет Эйгон. Необычный шлем из тех, какими награждают каримских рыцарей. Этот шлем создан по образу шлема Морна, архиепископа-апостола, и удивительно точно повторяет внешность каменных голов, выстроившихся вдоль храма. Каримские рыцари посвящают себя службе одной-единственной деве. Как и Морн в свое время служил одной-единственной богине. Давайте купим этот сет. Хватит уже тратить деньги на прокачку. Я и так уже достаточно прокачан. Давайте лучше потратимся на броню. Купим еще сет Лотрека. Ну вот и все, и кончились у меня деньги. Если мы уйдем из храма огня, либо выйдем и войдем в игру, то мы можем увидеть, после того, как мы передали Ирине последний фолиант и не изучали у нее тьму, то Ирина куда-то пропадает. И мы можем найти ее в башне. Заодно проведаем, кстати, Лоскутика, появился он или нет. Как можем видеть, Лоскутик вернулся. И ни слова, а Сера Крыси. И вот наша Ирина. Теперь можно у нее, как и у обычной хранительницы огня, повышать уровень. Но ей нельзя передать глаза, и также ничего дельного она не говорит. А под ногами у нее валяются темные фолианты, которые мы ей передавали. Вот такая вот светлая концовка в ее истории. Но есть и темные, которые я ставлю, скорее всего, в конец этого видео. Давайте попробуем передать эти темные фолианты Карли. Ах, ты, как бы ты? Ах, я знаю, я знаю. Я дам свою жизнь тебе. Хорошо, тогда. Но только только раз, я вам скажу эту историю. Да, нехотя, но берет. И теперь у него можно изучить темные чудеса. Но что же стало с Эйгоном? Помните то самое место, где мы впервые встречаем Эйгона? И где мы спасаем Ирину? Та самая камера, где была заперта Ирина. Здесь мы находим труп Эйгона. Его большой молот Морна и стонущий щит. Неизвестно, что произошло с Эйгоном. Возможно, из-за того, что Ирина стала все-таки хранительницей огня. Он, кстати, в это до последнего, похоже, не верил. Он посчитал себя больше ненужным. И, возможно, покончил жизнь самоубийством. Стонущий щит. Деформированный щит, переданный Эйгону из Карима после получения рыцарского звания. Огромное лицо, защищавшее Эйгона, изображает его старшую сестру. Да, не красавица была его сестра, похоже. Большой молот из тех, которые жаловали каримским рыцарям, выделявшимся силой и непоколебимой верой, украшен охранным талисманом каримского храма и наполнен чудовищной яростью апостола Морна. Вот так заканчивается история Эйгона. И давайте в честь Эйгона поставим его сет. Но его сет оказался невероятно тяжелым, и чтобы влезть хоть более-менее в 70, мне пришлось снять вообще наручный, поставить маленький щит, который защищает от магии, и поставить кольца, которые увеличивают мою максимальную нагрузку. Итак, ладно, мы продвигаемся в архивы. Устрашающий вид у этого доспеха. И здесь ничего. Могли бы что-нибудь положить. Такой хороший закуток и бесполезно используется. И самое забавное то, что здесь еще один костер. Зачем они так часто натыкали костры, я не понимаю, так как от этого костра можно увидеть предыдущий костер. Да, и некоторые, кстати, хают Dark Souls 3 из-за того, что разработчики его сильно облегчили, из-за того, что очень много напихано костров. Ключ от Великого Архива и Мечи Готарда. И, похоже, это и есть сам Готард. Мечи Готарда. Охотники, известные как Королевские Черноруки, использовали парное оружие. Эта пара клинков принадлежала Готарду, сбежавшему из замка. Готард быстро поднимался в рыцарской иерархии, что не удивило свидетелей его потрясающего мастерства во владении мечом. Похоже, далеко он не убежал. Ключ от Великого Архива. Ключ от главного входа в Великий Архив Лотрика. Огонь гаснет, и человеческие отбросы оскверняют замок. Неудивительно, что Великий Архив закрыл двери. Сегодня существует лишь несколько ключей. Этот, вероятно, принадлежал Готарду, одному из королевских черноруков, покинувшего замок. Что самое интересное, что если вы сюда придете до того, как убьете других Повелителей Пепла, то этого ключа здесь не будет. То есть вы не сможете попасть в Королевский Архив. Устройство не поддается. Это шорткат. И Великий Архив. Да. Не самая моя любимая локация. Достаточно запутанная. И не очень приятная. И наш Тар и знакомый. Один из знатоков кристальных чар. Он сваливает, телепортируется и попьет нам еще крови. Но мы сначала разберемся со всеми тварями, которые обитают здесь внизу. И... И этой чертовой рапирой я не могу попасть. Обломок Титанита. Локация очень запутанная. И я наверняка что-нибудь здесь да пропущу. Как пить, дайте. Но я постараюсь все собрать. Хоть это и может отнять очень много времени. Здесь пока... Закрыто. Немного позже здесь откроются книжные полки. Там наверху можно разглядеть тело, до которого я пока добраться не могу. Черт. Чертов знаток. Атакует нас сверху. Так. Давайте исследовать это место постепенно. Иногда на вот этих вот подъемах, на этих лестницах что-нибудь лежит. Но не в этом случае. Кстати, вот этот щит может парировать магию. Что самое интересное. Так. И ящерка. Ящерка, стой. Ну. Да чтоб тебя. Ах ты. Чертва рапира. Кристаллический самоцвет. Мерцающий титаник. Кстати, кристаллический самоцвет, по-моему, мы еще не брали. А нет, где-то, похоже, уже брали. Самоцвет из закаленного титанита. В лотрике эти самоцветы создавали знатоки кристальных чар. Используют для изготовления кристаллического оружия. Кристаллическое оружие наносит магический урон. Его мощь зависит от интеллекта. И наверху еще одно тело. Сидит, скучает. Но к нему можно попасть. Просто обойдя вокруг. Душа. Так, главное не торопиться. Главное не торопиться. И на войти противникам. Давайте пока к ним не пойдем. А, посмотрим, что у нас здесь лежит. Обломок титанита. Да, блин, очень низкий. И по нему очень трудно попасть. Давайте что-нибудь прочитаем. Очень много литературы. Этот уровень напоминает, если кто играл в первый Dark Souls. Да. Библиотеку Сито. Давайте выпьем. Нас пока не видят. У этих парней голова в воске. Влажаться они очень быстро. У меня магический щит. А вот этот попрочнее. Так как у него на голове огнек. Ух ты. Мантия ученого. Давайте почитаем. Мантия мудреца из Великого Архива, специально заляпанная воском. Ученые Великого Архива, чародеи по сути, относились к своим свечам с необычайным почтением. Просто они слишком хорошо знают о скрывающихся в архиве опасностях. Это как бы подсказка о том, что если окунуть голову в воск, то вам это немножко облегчит жизнь с книгами. С какими книгами, покажу немного позже. И здесь можно разглядеть старых знакомых. Головы змей. Фраунта или Кааса. Страшные морды такие. И просто огромное количество книг. Так. Чтобы продвигаться дальше, нам нужно сюда. Но давайте еще немножко здесь осмотримся. Наверняка, что-нибудь здесь пропустил. Так. Сюда залезть пока нельзя. Чьи-то шаги. Ага. Ну-ка иди сюда. С вами я буду расправляться теперь только так. Так, парень. Не пугай меня. Не люблю я этих рыцарей. Не хочу тратить на них время. Но... Большой осколок. И здесь у нас кристаллический колокольчик. Этим священным колокольчиком когда-то владела Гертруда, небесная дочь. Он был осквернен учеными из великого архива. Сила кристаллов обеспечивала ученым успех. В этом случае их усилия привели к тому, что колокольчик можно использовать и с чудесами, и с чарами. Бедная Гертруда. Давайте отомстим этим чертовым ученым за Гертруду. Они с ней сделали что-то нехорошее. Вот как раз это тело. Мы его видели снизу. Обломок. И, в принципе, на этом этаже, по-моему, все. Там мы можем разглядеть предмет, но туда мы можем попасть только сверху. Здесь еще что-то лежит. Еще на манте. Что-то сегодня мне прет. Так, здесь, кстати, еще один предмет. Титанитовая чешуя. Так, ну, вроде и все. Здесь мы вроде на этом ярусе обобрали все, что можно. Да, воск со временем пропадает. Давайте еще разок. Жаль, нельзя поджечь. Давайте попробуем поставить факел в левую руку. Я немножко потратил времени. Давайте заново окунемся. Мне понравилось. Это немножко светит наш путь. Мне также подсказали, что если поднимать, если нажимать на кнопку, чтобы поднять щит, если у вас в руках факел, то это придаст больше света. И здесь даже есть какое-то звуковое сопровождение. Вот как раз эти книги, руки. Если у вас на голове воск, то они не причиняют вам никакого вреда. И вы можете без проблем добраться до этого рычага и отодвинуть полки. Что у нас здесь? Ведьмины волосы. Ведьмины волосы. Кнут из черных волос дочери ведьмы из Изолита, создательницы пламени хаоса. Длинные сверкающие локоны сплетены вместе и превращены в кнут. Они пропитаны сутью огня, силу которого можно выпускать посредством особого навыка. Временно покрывает кнут огнем. Говорят, это тот же огонь, что поглотил саму ведьму. Да, похоже, это волосы Квиланы. Внутренняя сила. Запрещенная пиромантия, направляющая пламя внутрь. Временно увеличивает силу атаки, но подтачивает здоровье. Пироманты боятся пламени, но преодолевают этот страх, признав в огне источник собственной силы. Неплохая пиромантия. Дает хороший баф к силе, но немножечко кушает жизнь. Блин, теперь-то у меня уже нет. Вот, воска на голове. Пойдемте еще разок скупаемся. И немножечко здесь осмотримся. Здесь у нас ящерка, блин, которую я... Почему-то не могу даже... Не могу даже на нее прицелиться. Что ты, блин, я ее пропустил? Почему-то я не мог на нее прицелиться, не знаю почему. Мерцающий титанит. Ну и та наверняка тоже давала титанит. Ладно, возможно, позже я за ней вернусь. Так, здесь, в этой комнате, по-моему, больше ничего нет. Можно спокойно подниматься наверх. Сейчас еще немножко осмотрюсь. Стоит как ни в чем не бывало. Так, надо бы пошустрее пока. Мой воск не закончился. Делаем бэкстеп. Хотя можно было его и так затыкать. Что-то они расщедрились на свою мантю. Лучше бы дали свой головной убор. По-моему, не дают еще и головной убор. А тот светится. У него там предмет есть, что ли? Нет, просто светится. Итак, мы попадаем на второй этаж. И здесь начинают интенсивно снабжать обломками. Уже почти под самый конец игры. Можно активировать шорткат лестницы. В случае смерти это нам немножко облегчит путь. Падать здесь нужно сверху, чтобы попасть на ту полку. Ча, чертов колдун. Здесь еще одна ячерка. Да блин, дай мне... Дай мне ее стукнуть. А, заманивает. Но ничего, у нас есть защита. Но блин. Блин, я не понимаю хитбокс иногда этой рапиры. Я вообще не понимаю. О, ну наконец-то. Очередной мерцающий титанит. Эти ящерки здесь натыканы лишь для того, чтобы заманивать вас в различные неприятности. Отсюда можно увидеть тело на крыше. Туда мы пока попасть не можем. И этот чертов колдун даже умудряется меня доставать здесь. Да. Получил бомбу по голове. Ни за что. Нужно разобраться с этим колдуном. Так. Зачем мне вообще факел? Кто мне скажет? Дайте мне мой обратный щит. Иди сюда. Ровнюк. Эх, к сожалению, со второго захода у меня не получилось его. Оу. Нифига себе. Давайте немножко подкрепимся. Этот говнюк переместился на мост. Ладно, давайте сначала с ним разберемся. А потом уже будем спокойно исследовать. На самом деле, можно было вообще его отравить еще в самом начале. Он бы уже давно сдох. Это как совет, чтобы сильно с ним не мучиться. Если он доставляет много хлопот, можно было его чем-нибудь травануть. Так. Ну, сейчас мы его прикончим. Свиток кристаллов. Тайный кристальный свиток из великого архива Лотрика. Отдайте его чародею, чтобы получить кристальные чары. Эти чары созданы бледным драконом Ногим Ситом, который явился Логану в видении. Эту ведь в чародействово продолжили знатоки кристальных чар. И давайте переместимся в Храм Огня. Отдадим этот свиток. И я боюсь, что это за счет, что я не могу зарплатить. Только... Я уверен, что это будет уничтожить для вас. В течение времени. Продолжение следует... Чтобы продолжить его квест, нужно выкупить у него все чары. На этом мы прощаемся с Орбиком. Ну а с вами был Голодный, всем до скорых встреч и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok